Привет! Перед вами нашумевшее детище от Xiaomi под названием Pocophone F1. Это довольно доступный смартфон с флагманским и очень мощным процессором Snapdragon 845, да еще и с жидкостным охлаждением и отличной батареей на 4000 мА. Оговорюсь, что это распаковка, а не полный обзор, а телефон куплен, как ни странно, не в Китае, а тут у нас в Украине. И конечно, это глобалочка, но забавную историю покупки вы должны узнать, а также взглянем, что он из себя представляет по первому впечатлению. С вами Андрей, канал Smart Plus, поехали! Итак, хотел купить данный смартфон еще на Алиэкспресс. Зашел, посмотрел и нашел как раз по акции. Продавец один день отдавал смартфон с купоном в 50 долларов, и я заказал его за 300 зеленых. Посмотрел время обработки и понял причину скидки. Написал продавцу, мол, отправьте быстрее, для обзора беру. На что он ответил стандартной отмазкой, в случае, если у них нет в наличии телефонов. Мол, проверяем, только тогда отправляем. Хоть я знаю, что они глобалки отправляют в запечатанной упаковке, и никто там ничего не проверяет. Я написал, мол, отправьте запакованные, на что они морознулись. И я отменил заказ. Все потому, что, как ни странно, они у нас появились даже быстрее в стоке, чем на Алиэкспресс. Я заказал его за 10999 гривен, а это 387 долларов, что примерно 26700 рублей. Версия 6.64 гигабайт. Но доплатив 1000 гривен, можно взять уже на 128 гигабайт, и было бы уже 453 доллара, а это примерно 31300 рублей. Что, в принципе, небольшая переплата за память в два раза больше. Но тут решать вам. Ссылку на лучшую цену в Китае, а также где конкретно купил эту модель, оставлю в описании. Итак, пришел на новую почту, получил свой смартфонец и проверил на всякий случай прямо там. Чего и вам советую. Но смартфон был запакован в заводскую пленочку, и уже наш магазин добавил простую инструкцию украинскую мовою. Дякую. На это интимное действие по распаковке нужно совершать дома и почти при свечах. Итак, коробка выполнена в черно-желтом стиле. Классное сочетание. Открываем, и там желтое, как эмблема канала Smart Plus, коробочка. В которой я нашел еще одну инструкцию и чехол. Хорошо, достаем и сразу включаем его. И походу смотрим, что еще в коробке. Зарядка. Конечно же, с европейской вилкой и поддержкой быстрой зарядки. Кабель USB Type-C. Это то, чем Xiaomi точно отделяет бюджетники от среднебюджетных смартфонов и флагманов. Это у них фетиш такой, так что если у вас Type-C, то это уже не бюджетник. Вот такой он из коробки и в пленочках. Думаю, самое время снять их. Обнажаем экран, снимаем пленку сзади и сразу обращаем внимание на экран. Снизу конкретные скругления, а сверху экран обрезается под щелку. Смотрится несимметрично. Производим первую настройку и сразу замечаю, что Wi-Fi модуль поддерживает Dual Band 2.4 и 5 ГГц, что конечно хорошо. Ну и теперь мы на рабочем столе. Смартфон в целом выглядит современно. Имеет красочный экран, но монобровь как не нравилась, так и не нравится. Хоть и рамка верхняя меньше. Экран 6,18 дюйма. 18,7 к 9. Олеофобка конечно есть. И отлично, что это IPS экран, а не OLED. Это значит, что выгорать не будет со временем и нет мерцания, что утомляет ваши глаза и вообще портит зрение. Так что это большой плюс. Сзади у нас пластиковая крышка. При этом телефон, не сказать, что очень легкий. Вес ощущается приятной тяжестью в 182 грамма. Два модуля камеры, сканер отпечатка выполнен одним модулем и выступает совсем немного. Мне кажется, что это достаточно удачное решение и самобытно. А то задолбали айфоноподобные камеры во всех смартфонах. Наконец-то, молодцы. Снизу гордый логотип в виде надписи Покофон. На нижнем торце порт Type-C. Две решетки под динамик и микрофон. В данном случае динамик справа. Что хорошо, во время игр или просмотра YouTube не будете перекрывать его. Кстати, тут стереозвук. Разговорный динамик во время воспроизведения контента тоже играет. Хоть не громко, но это будет давать стереоэффект. А вообще динамики звучат просто шикарно. Громко и есть даже намек на басы. Для смартфона просто супер. Забавный стандартный рингтон, кстати. Но я бы лучше оставил привычный Xiaomi или поставил свой. Но вот сразу посмотрите на это забавное явление во время воспроизведения YouTube. Какие здоровенные закругления справа. И углы острые слева. Хорошо, захожу в настройки экрана и активирую вот эту недопереведенную штуку. И да, она скругляет углы и скрывает выступ сверху экрана. А вот это уже мне нравится. Но все равно так уже скруглили снизу справа, что во время воспроизведения разница по углам есть. Ну извращенцы же. Хотя я скажу вам, что буквально через 10-20 минут вы на это не будете обращать внимания. Так что в принципе это небольшая проблема. Мода нынче такая. Сама оболочка очень понравилась. Что-то среднее между обычным Android и MIUI. Она просто летает. Управление жестами есть. И я сразу включил его, так как это очень удобно. Цветовую температуру экрана можно подрегулировать как угодно ползунком. И это самый удобный вариант. У Huawei подсмотрели. Молодцы. Также звук в наушниках тоже можно подрегулировать пресетами или эквалайзером. Тут есть все из оболочки MIUI от Xiaomi. Но и у любителей голого андроида она отторжение не вызовет. Тут они постарались угодить всем. Но где NFC, Билли? Нам нужен NFC в смартфоне по цене больше 300 долларов. Жаль, но его тут нет. Вот в этом малыше за 150 долларов есть. Это Sharp Aquas S2, которым я сейчас пользуюсь. А тут забыли поставить. И лично для меня это жирный минус. Но он нужен не всем, потому и ладно. Также я пробовал сканер отпечатка пальцев. Тоже молниеносный. Но блин, где Face ID? Я искал и не нашел. Оказывается, чтобы он появился, нужно выставить регион Индия. И что же лучше и удобнее, сканер или Face ID вы узнаете уже в полном обзоре. Так, поставил я пару игрушек. Выставляем самые максимальные настройки в танках. И как видим, игра идет без проблем. Все уверенно играется. Но о FPS приходится догадываться. Потому что эти скругления просто съели часть информации с игры. Разработчики, наверное, в шоке. Старались. Пилили игру, а тут бац. И выходит Smart. Представляете, с дыркой посреди экрана. Бубликом, например. И что? Переделывай потом опять. Кто не в курсе, первые телевизоры тоже были со скруглениями по краям. Мода возвращается. Ну ладно. Шутки с шутками. Лайфхак. Переворачиваем Smart и смотрим FPS. Но так не очень удобно играть. Перекрывается звук рукой. В PUBG сразу предлагаются максимальные настройки. Но я зайду и поставлю еще выше. Еще и насыщенности добавлю. И играем. А что это за эмо с щелкой? Она. Получай. Получай. Ладно, смотрим на графику. Да, разница с низкой и средней, конечно, конкретная. Погонял немного ни единой просадки FPS или лага. Все просто летает. А смартфон практически холодный. Все-таки не обманули с охлаждением. Действительно работает. Нужен доступный смартфон для игр? Вот он. По приколу глянем Antutu. Как вам такое количество баллов? В общем, будьте уверены, что у вас смартфон, производительности которого хватит еще надолго. Ну и под конец, что нам скажет камера? Настроек добавилось по сравнению с Xiaomi-шными камерами. Даже кодек при записи видео новый поддерживает аж 265. Стабилизация есть, но при съемке видео и электронная, что уже в принципе хорошо. Фото делает достаточно неплохие, а в недостаточном освещении качество остается приемлемым. Портретный режим, конечно же, есть. А фронталка даже в сложных условиях справляется достойно. Больше примеров в полном обзоре. Как попользуюсь немножко и будет что сказать, будем делать окончательные выводы. 1, 2, 3. Проверка записи видео. Освещение неплохое. Стабилизация электронная. Ну и проверим заодно качество записи звука. Я заметил, что при съемке в 4К стабилизации нет, поскольку она происходит за счет кропа по краям кадра. В Full HD она должна, по идее, быть. Сейчас мы это и проверим. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить полный обзор, ведь там будет самое интересное. И мы сделаем вывод, стоит ли он своих денег по мнению канала Smart Plus. С вами был Андрей, канал Smart Plus. Всем добра, всем пока и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok